Добрый вечер. Новости на Первом Молдове. С вами Надежда Вербицкая. Коротко о главных темах этого дня. Прогноз оптимистичный. Там, где достаточно влаги, я думаю, что растения спокойно выживут. Специалисты уверены, что морозы и скудный снег не ударят по урожаю будущего года. Эксперимент не удался. Развлечения на грани. Горе-шофер проверил на прочность озерный лед. Поколение ТикТок. Готовьтесь к худшему. Полиция и психологи рассказывают об опасностях чрезмерного увлечения молодежи социальными сетями. Майя Сандо приехала из Брюсселя с пустыми руками. После трех дней дискуссии в европейской столице глава государства признала, что ей не удалось разблокировать внешнее финансирование для страны. Хотя это было ее предвыборным обещанием. Вместе с тем президент заявила, что европейцы ставят условия финансирования взамен на преодоление политического кризиса. Субтитры создавал ТикТок. Готовьтесь к худшему. Тогда эта человек работает и договорит за страну. Но вернулась из Брюсселя Майя Сандо ни с чем. Оказалась репутация недостаточно. По ее словам, Брюссель поставил несколько условий взамен на финансирование. Субтитры создавал ТикТок. Готовьтесь к худшему. Результаты визита Сандо в Брюссель разочаровали сообщество экспертов. Говорят, ждали, что приедет с хорошими новостями. О новом финансировании. Или, что сейчас крайне важно, о вакцинах. Но об этом в отчетах о встречах с еврочиновниками почти ни слова. Субтитры создавал ТикТок. 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 Более того, жители сёл ждут от нового президента выполнения обещаний, сделанных в ходе избирательной кампании. Во время избирательной кампании Майя Сандо пообещала, что если её изберут президентом, минимальная пенсия вырастет до 2000 леев. Узнать реакцию главы государства пока не удалось. Сегодня на пресс-конференции Майя Сандо отказалась сообщить, предусмотрены ли в её повестке поездки по районам. Политические сценарии команды Сандо стали причиной конфликта между бывшими союзниками по блоку АКУМ. В то время как партия «Действия и солидарность» приглашает на переговоры по досрочным выборам, депутаты по ПДП заявляют, что устали от обещаний и преднамеренного затягивания процесса. Представитель ПДС депутат Михай Попшой утверждает, что команда президента Сандо намерена предложить несколько сценариев распуска парламента и организации досрочных выборов. Мы направили нашим коллегам практически всех партий в парламенте, как мы видим эту дорожную карту, и надеемся завтра обсудить наше предложение со всеми фракциями в парламенте. В ответ депутаты по ПДП заявили, что подобными приглашениями и заявлениями бывшие союзники по блоку АКУМ лишь усугубляют политический кризис в стране. По словам вице-председателя партии Александра Слусаря, решение очевидное. У нас была последовательная оппозиция, и я немножко начинаю уставать уже от дорожных карт, которые с моей точки зрения четко прописаны в Конституции. Президент должен выдвинуть два раза как минимум кандидатуру, 45 дней, за нее не голосуется, не набирается нужное количество голосов, идем на досрочные выборы. Любые другие варианты более длинные и более рискованные. Вот и все. Что тут? Я игру в дорожные карты, я не понимаю. По словам Слусаря, любая попытка отложить назначение премьера означает огромные затраты и риски для экономики в целом, а также для каждого гражданина в отдельности. Президент должен уважать законы и особенно Конституцию страны. Ей функция, возложенная на него избирателями, делать жизнь людей лучше, а не заниматься повышением своего рейтинга. Такова позиция ряда политических комментаторов, которые настаивают на том, чтобы Майя Санту выдвинула кандидата на пост премьера и работала на благо народа, а не на свой имидж. Публицист Николай Негру убежден, что у Майи Санту нет другого выбора, кроме как выдвинуть кандидата на пост премьера, который сформирует правительство, способное эффективно управлять страной во время кризиса. По его мнению, будущий премьер должен быть человеком с видением, со стратегией. И такие люди есть, если есть желание доверить им правительство. Но если Санту никого не назначит в течение трех месяцев, она нарушит Конституцию, парламент не будет распущен, и вина за это будет лежать на президенте, считает Николай Негру. Затягивание процедуры свидетельствует о том, что глава государства опасается брать на себя ответственность за формирование правительства, считают эксперты. Румынский социолог Дору Петруци предполагает, что окружение Майя Санту озабочено поддержанием рейтинга политика. Он горько пошутил, что, вероятно, всей республике надо ударно работать на рейтинг президента, и тогда все проблемы исчезнут сами собой, и мы будем жить счастливо и долго. Вернувшись из Брюсселя, Майя Санту организовала брифинг для прессы, при этом она не стала отвечать на вопрос, будет ли выдвигать кандидата на пост премьера, и какие шаги предпримет, чтобы разрешить политический кризис в стране. Мы будем вернуться и будем discutить в деталях все вопросы, которые у вас есть, и я буду презентать планы для мая-департ. Правительство Кико ушло в отставку 23 декабря. Президент Майя Санту до сих пор отказывается выдвигать кандидата на пост премьера. Бывшие однопартийцы главы государства обратились в Конституционный суд с просьбой разрешить самороспуск парламента и, как следствие, проведение досрочных парламентских выборов. Однако последний постановил, что это недопустимо. 612 новых случаев заражения коронавирусом на сегодня. Проведено свыше 2800 тестов. В настоящее время больны более 6000 человек. Третий из них лечится в больнице. Около 200 пациентов в крайне тяжелом состоянии. 17 человек скончались. Ситуация обсуждалась в правительстве. Представитель Минздрава отметила, что низкие цифры и итоги долгих каникул не только в учебных заведениях, но и в ряде госучреждений. Специалисты при этом считают, что с каждым днем количество зараженных будет только расти. Поэтому все внимание сейчас на вакцины. Для начала иммунизации все готово. Дело за малым. Дождаться препарата. Продолжение следует... Агентство по платежам в сельском хозяйстве закончило выдачу компенсации за погибший урожай кукурузы. 60 миллионов леев получили почти 3200 фермеров. Размер помощи за каждый гектар определяется в зависимости от площади пострадавших полей. Заявки на получение компенсации за вторую группу зерновых принимали со второго по 8 декабря. Затем, в течение 10 дней, документы фермеров передали из регионов в Центральный офис Агентства по платежам в сельском хозяйстве и начали проверку заявок. Моторизации у них были 3194 фермеров, в том числе, в сумме totalа 3230 фермеров, 36 фермеров были респринцы или репринцы от производителей. Моторизации угрожали. Мотивы угрожали. Мотивы угрожали. Угрожали. Больше всего компенсации получили фермеры Когульского, Каушанского, Аргеевского, Флорешского и Чемишлийского районов. Самая большая сумма, выплаченная в одни руки, 570 тысяч леев. Самая маленькая, 114 леев. Нет снега, не беда. В почве достаточно влаги, и специалисты рассчитывают на хороший урожай. Осенью по всей стране шли хорошие дожди, а нынешние морозы помогли избавиться от большего числа теплолюбивых вредителей. Снежный покров, конечно, не помешал бы, говорят фермеры, но и без него справиться можно. К счастью, после сентября в Молдове почти везде прошли дожди. Мы даже все ощущали, как будто заново природа ожила после этих дождей, и растения успели очень хорошо подготовиться к зимовке. Очень долго не было отрицательных температур до ноября месяца. Поэтому за счет этого растения как-то лучше подготовились к зимовке. Корневая система плодовых в безопасности, говорят фермеры. Почва еще не замерзла. Там 5-6 сантиметров верхний слой почвы замерз. Она внизу еще теплая. Поэтому там, где достаточно влаги, я думаю, что растения спокойно выживут. Потому что рисков для виноградных плантаций меньше. У нас риски наступают после опускания температуры ниже 18-20 градусов. Под угрозу попадали только те районы, которые не получили необходимого количества осадков в осенний период. Но это компенсирует наличие снега. Вот есть регионы, где пока еще влага не достигла глубину почвы, где находится корневая система. В частности, в Штефанводском районе, в районе Талмаза, в районе Кракмаза. Вот там очень мало дождей выпало, к сожалению. Сейчас там есть снег. А зимами этой осенью засеяли свыше 400 тысяч гектаров. Прогноз оптимистичный. В случае непредвиденных обстоятельств, фермеры и в этом году получат финансовую поддержку. От государства в рамках программы по компенсации рисков в сельском хозяйстве. На эти затраты у Минсельхоза предусмотрен миллиард сто миллионов леев. Перевозчики стали ответственнее. На протяжении всей недели Национальное агентство автомобильного транспорта проводит мероприятие по пресечению незаконных перевозок. Как на национальных, так и на международных маршрутах. Рейды прошли на дорогах, ведущих к таможням Криво, Костешты, Леушены и Уанча. Некоторые водители были недовольны проверками. В ходе проверок на Леушенском КПП нарушений не обнаружили. Инспекторы напоминают, что большинство отклонений касается незаконной перевозки товаров и посылок и оказания платных услуг без регистрации в реестре операторов автотранспорта. Безопасность пешеходов и водителей – приоритет для муниципалитета. Это стало поводом для реорганизации движения Умастана Телецентре на пересечении Хынчешского шоссе и улицы Спринченуая. Там появились новые дорожные знаки и изменилась разметка. Решение приняли после того, как в этом районе произошло несколько серьезных ДТП. Пына акум, шофери, которые венео динспре шосеуа Хынчеш, пытау вира к ущуринце на стынга, по страду Спринченуая. Деакум, инколо, инсэ, ноли indicatorи инсталат, интерзице, акцессу, облегандо иасал пешофери сэши континуе директия деплазаре доаре наинтэ, сау ла дреапта. Автовладельцы говорят, что теперь ездить здесь намного безопаснее. Столичные власти намерены реорганизовать движение и на других перекрестках, например, на улице Альбешуары. Между тем, в Кишинёве продолжают ремонт тротуаров, в частности, на Кале-Ешелур. Жители города изменения оценили. Ремонт идёт и в подземном переходе на улице Кале-Ешелур. Напоминаем, на улице Иона-Крянга тоже идёт капремонт, который планируется завершить за год. Веселье чуть не закончилось с трагедией. Молодые люди решили прокатиться на машине по замёрзшему озеру. Лёд не выдержал, и автомобиль начал тонуть в нескольких метрах от берега. К счастью, водителю удалось вовремя выбраться из салона. Впоследствии полиция установила личность автовладельца. Им оказался 32-летний житель села Калугарх Фалежского района. Его оштрафовали за нарушение общественного порядка. Произошедшие засняли друзья молодого человека, который был за рулём автомобиля, и выставили в социальные сети. На видео видно, как парень забрался на багажник, а приятели уговаривают его прыгать быстрее, чтобы не уйти вместе с машиной под воду. Убедившись, что больше никому не угрожает опасность, молодые люди даже начали шутить. Напоминаем, 19 января генинспекторат по чрезвычайным ситуациям начал кампанию по предотвращению несчастных случаев на льду водоёмов. Поколение ТикТок, напрочь застрявшее в жизни виртуальной, потерянное для жизни реальной. После случая спадения молодого человека, снимавшего ролик для популярной соцсети, и полиция, и психологи просят родителей быть внимательнее к тому, чем заняты их дети в интернете. Всемирная сеть затягивает не на шутку. Мало того, что попавшие под её влияние неокрепшие умы оказываются совершенно неготовыми к жизненным трудностям, а до них порой и шнурки завязать проблема, так ещё и психика серьёзно страдает. Без интернета сегодня ни учёбы, ни досуга. Родители вынуждены разрешать чадам пользоваться гаджетами, но, по словам полиции, они же несут полную ответственность за все последствия. Инстаграм, ТикТок и подобные им приложения опасны. Полиция же может только отслеживать публикации. Но вмешательство возможно лишь если возникают серьёзные опасения, что содержание может привести к необратимым последствиям. Например, несовершеннолетние, бездумно снимающие себя во всех видах и ракурсах, могут стать жертвами преступления. В прошлом году за опасные публикации были привлечены к ответственности три человека. Погоня за лайками может легко переломать судьбу, предупреждают и психологи. Из простого интереса вырастает звёздная болезнь. Самолюбование превращается в острую необходимость купаться во всеобщем внимании. Ну а чтобы его привлечь, человек готов на любые, даже крайне опасные, авантюры. Мы поговорим о генерации ТикТок. Генерация инсенсибида в мире реального. То есть инсенсибида в потребности, в эмоции. И гораздо более инсенсибида в отношениях, в провокированиях, которые приходят в интернете виртуальный. В интернете, который не всегда стимулирует бунокрестирование и развитие. Опасным явлением психологи называют блогеров. Многие из них зарабатывают немыслимые деньги, подначивая других на опасные действия или на не менее опасные бездействия. Мы говорим о генерации frustрате, на уровне экономика, на экзистенции экономики, потому что тинерии не имеют о перцептие адеквате за что означает студия, а крествия этапизат, и они все будут получать здесь и сейчас. Паринцы, это не нужно, чтобы учить детей, чтобы их трасить объективы реалии, а не virtualы, потому что жизнь, пына на урме, приходит здесь и сейчас. Перешли на усиленное питание. Лесным обитателям с наступлением морозов стало сложнее находить еду, так что у егерей в заповедниках наступила горячая пора. В одной из самых крупных резерваций страны плавил фагулы. Обозы с провиантом с раннего утра начинают свой путь, чтобы пополнить кормушки парнокопытных. Дарья Букатарь не побоялась морозов и отправилась в лесные дебри, чтобы проверить, хватает ли пищи у оленей, косуль и кабанов. Кормушки расположены в самой чаще. Ведут к ним лишь звериные тропы, допроложенные трактором колея. Именно им доставляют обычно корм. Ну или в случае, как сегодня, на телеге, запряженной лошадьми. По-другому добраться никак. Кормушки расположены в неудобных для людей, но очень комфортных для животных местах. Буквально там, где не ступала нога человека. Так больше шансов, что подозрительных косуль и оленей не спугнет незваный гость. Ароматное сено заготовили впрок еще летом, а приучать животных к кормушкам начинают еще с ноября постепенно. До краев наполняют только, когда ударят морозы. Правда, лесные лакомки сено жуют менее охотно, если есть другие деликатесы. Обычно животные едят растения, ягоды, плоды и корни. Каждый млекопитающий со своими предпочтениями. Так что сотрудники заповедника стараются сделать рацион зверей как можно более разнообразным. Причина не только в заботе о животных. Голодный кабан, например, не стесняясь, заглянет в закрома селян и вполне может нанести немалый вред. В процессе подкормки зверей участвует несколько человек. Сено, яблочный жмых и кукурузу расставляют по кормушкам, расположенным по всему заповеднику. Или таким вот образом ставят прямо между корой деревьев, чтобы было удобно есть. Александр Янаки – один из тех, кто регулярно участвует в процессе подкормки зверей. Устроился на работу четыре года назад главным образом из-за любви к животным. Теперь у Александра Янаки есть возможность заботиться о тысячах лесных обитателях. В основанном в 92-м году заповеднике Плаюл-Фагулуй обитают дикий кабан, европейская косуля и европейский благородный олень. Также здесь насчитывается 49 видов млекопитающих, около 142 видов птиц, рептилий – 8 видов, 12 амфибий и 65 видов беспозвоночных. В столичном зоопарке пополнение. На днях туда привезли больше трех десятков животных. Среди них степные рыси, самец-капибары, полярные волки и обезьяны. Все они раньше обитали в зоопарках России. Кроме того, среди новоселов абсолютно новые виды, которых раньше в нашем зверинце не держали. Это лемуры, сервалы и мары. Сейчас большинство зверей находятся на карантине, а сотрудники учреждения занимаются подготовкой вольеров. Самое интересное, что у нас есть, то, что мы привезли, это харза. По-латински называется «martis flavigula», что в переводе означает «желтогрудая куница». Мы привезли четыре экземпляра из Хабаровска и один из Новосибирска. Поскольку прямого контакта с людьми у них нет, этих четырех лап их уже выставили на всеобщее обозрение. Они находятся в вольерах рядом с лисами. Среди новых видов, которыми пополнилось учреждение, представители семейства кошачьих – сервалы и каракалы, хищные длинноногие кошки с окрасом гепарда. Под присмотром работников животные будут находиться до потепления. Затем их, как и остальных зверей, распределят по вольерам. В ближайшее время ждут и львов. Перед Новым годом от старости умер последний царь зверей, живший в столичном зоопарке. Пока же руководство планирует расширить вольеры. Мы в ближайшее время начнем вольеры конкурировать. Как раз пока мы находимся на стадии переговоров с зоопарком, из которого мы хотим львов взять, то мы этот вольер быстренько и построим. Ну а ближе к весне в зоопарке появится самка снежного барса, которая составит пару нынешнему обитателю. Всего в учреждении находятся более тысячи животных. На сегодня это все со свежими новостями. Первый в Молдове вернется завтра. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин